Время вашего вопроса. Недобросовестные компании и их торговые представители по-прежнему придумывают хитрые уловки, на которые, соответственно, продолжают попадаться доверчивые потребители. В итоге проигрывают честные бизнесмены, потому что к ним возникает недоверие, и потребители, которые теряют последние деньги. Как разомкнуть этот, что называется, порочный круг? Вот об этом мы поговорим сегодня в студии Эльмира Кематова, руководителя Департамента по защите прав потребителей в Западно-Казахстанской области. Добрый вечер. Спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Я вновь напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Средства связи будут на телеэкранах. Задавайте ключевые, важные для вас вопросы по нашей сегодняшней теме. Итак, смотрите, в городе присутствуют компании, которые зазывают, будем так говорить, людей на различные презентации, выставляют для презентации товары. В основном это массажные накидки или массажное оборудование, предлагают их приобрести. В итоге люди даже обращаются и к возможности кредитов, берут кредиты, соответственно. Но, как выясняется, позже товары низкого качества, они соответствуют изготовитель другой, все параметры другие, и в итоге люди теряют деньги. Вот расскажите, что это за компания и как выглядит сама схема, прежде всего, да, вот такой вот уловки. Я хотела бы немножко поправить. Вот вы сказали, присутствуют компании, да. Дело в том, что это компании, которые приезжают к нам на протяжении нескольких лет с города Алматы. Это алматинские компании. То есть это не местные. Это не местные компании, да, это алматинские компании. Вообще, вот как мы стали работать в статусе отдельного государственного органа, выполномоченного в сфере защиты прав потребителей с 2019 года. С 2019 года к нам каждый год приходят потребители, которые приобрели товары, массажные накидки у этих алматинских компаний. Я хочу сказать, что в 2019 году приезжали одни компании, они назывались по-другому у директора, другие фамилии, имя, отчество другое там у директора. В 2020 году приезжали другие компании, в 2021 приезжали другие, в этом году начали другие компании приезжать. Все эти компании, они зарегистрированы по одному и тому же адресу. То есть юридический адрес у этих компаний один. Я поняла, по одному адресу зарегистрирован несколько компаний. Значит, какая схема у них реализации товара? Звонят на сотовые телефоны, на городские телефоны и приглашают на презентацию, на открытие массажного центра. Якобы вы сможете получить сеанс бесплатного массажа, получить консультативную помощь специалистов, которые работают в этой области и так далее. Вам будут предоставлены хорошие подарки и так далее. Убедительно рекламируют о том, что это товар высокого производства, отличный товар. Убедительно просят привезти с собой кого-то, потому что если вы кого-то соберете, то, естественно, и подарки будут дороже, их будет больше и так далее. Кстати говоря, у нас есть голос, вот тот самый голос, который приглашает людей на эти презентации. Давайте его послушаем. Я думаю, что для многих телезрителей будет полезно услышать, собственно говоря, как это происходит. Я хочу пригласить вас на бесплатное мероприятие, посвященное открытию медицинского массажного центра в Уральске. Там вы сможете абсолютно бесплатно пройти сеанс оздоровительного и расслабляющего массажа на нашем новейшем японском оборудовании. Затем просто оставите свой отзыв и за это получите от нас замечательный подарок. Это будет автомобильный видеорегистратор с функцией ночного видения и большим объемом памяти. И благодаря широкому углу обзора его можно использовать так обычную видеокамеру. Наша встреча состоится 29 субботу в Уральске. За день до мероприятия я перезвоню и сообщу вам точный адрес. Это мероприятие абсолютно бесплатное и продлится около полутора часов. На нем ведущие специалисты в области массажа покажут простые, но действенные приемы, благодаря которым восстанавливается гибкость позвоночника, а также расскажут о методах борьбы с болью в позвоночнике и суставах. Вы сможете задать любой интересующий вопрос нашим специалистам и при желании пройти любой вид массажа на новейшем оборудовании абсолютно бесплатно. Мы приглашаем гостей. Да, вот, собственно говоря, такой голос зовет людей. Зазывает всех людей, потребителей нашего региона на сеансы, как говорят, бесплатного массажа на открытие массажного центра. Надо сказать, такой голос, ну вот он такой уверенный, то есть прям в нем чувствуется прям уверенность, что действительно вам помогут, все будет хорошо. Здесь такая психологическая подоплека есть. Предоставляется, да, информация, вот как я говорила об открытии массажного центра, о том, что будут ведущие специалисты, работающие в этой области, на новейшем японском оборудовании работающие. На самом деле, фактически, что происходит? Потребители зазывают, да, собирают, заметьте, они арендуют хорошие залы в ресторанах, не в кафе, нигде, либо вот именно в крупнейших ресторанах нашего города арендуют зал, куда созывают всех потребителей. Якобы идет там какая-то регистрация, просит отключить телефоны, затем проводится розыгрыш лотереи. И получается так, что счастливчики, якобы те, кто вытянули этот билет, сегодня имеют возможность приобрести эту дорогущую массажную накидку, которая стоит миллион сто девяносто две тысячи, с 30-ти, либо с 35-ти процентной скидкой, то есть за 720 тысяч тенге, либо за 834 тысяч тенге. Сажают довольных потребителей на кресло, на которое накинута эта массажная накидка, это даже не кресло, это всего лишь массажная накидка. Дают попробовать человеку действие этого массажа, и довольные потребители, не разобравшись, в чем попадаются вот на эти уловки. Вот если даже нет денежных средств, не проблема. Берут телефон, если даже и человек не соглашается, уговаривают его, посредством его же смартфона, через его же приложение оформляют на этого бедного потребителя кредит, хотя предоставляется информация о том, что якобы все это подарки. Плюс, понимаете, к этой массажной накидке еще дарят кучу подарков одеяла, из шерсти мериноса две подушки, иногда зонатор, иногда ручной пылесос и так далее. То есть четыре наименования товара, плюс еще вот эта массажная накидка. И вот представьте, радость людей, якобы все это в подарок. Люди довольные с этими подарками приезжают домой, а потом уже дома выясняется, что оказывается, это не подарки, а это все приобрели путем оформления займа. В Каспии банки, в Народном банке, еще в каких-то банках могут оформить. То есть используют все средства, все методы хороши. Не дали в Каспии, оформят в Народном, не дали в Народном, пытаются оформить через другие банки. Не получилось взять полностью всю эту сумму, 834 тысячи, не проблема. Вот смогли на вас оформить 500 тысяч кредита, оформляют 500. Остальную сумму, сколько там, 334 тысячи получается, расписывают вам в рассрочку. Когда человек приезжает домой, он понимает, во что он вляпался. Получается, он платит кредит, на кого оформили полностью сумму, на кого частично оформили сумму, он тоже ежемесячно должен погашать заим. И начинают еще звонить. А почему вы не погашаете вот ту часть, не переводите денежные средства? Мы же вам оформили в рассрочку на год или на полгода и так далее. У меня были такие случаи, когда, оказывается, приезжал представитель компании, пугал потребительницу, девушка оформила, и забрал у нее тоже определенную сумму, якобы, потому что она не погашала ту сумму, которая была оформлена в рассрочку. Понимаете, если раньше эти компании еще выдавали квитанции к приходному кассовому ордеру, вот в мае была компания, они уже, я смотрю, эти квитанции не выдают. То есть оформили заим на кого-то на два года. То есть, я же говорю, используют все методы. На кого-то два года смогли оформить, оформили. Есть потребители, на которых оформили на пять лет. И вот представьте, какая сумма в итоге переплаты получается у этого потребителя. Почти полтора миллиона он должен вернуть. Оформил 800, а должен отдать 800 с чем-то тысяч сверху с доплатой. Поэтому, в дополнение еще к этой проблеме, которая у нас с этими компаниями сейчас, в марте, да, 2 марта департаментом было направлено исковое заявление в специализированный Международный экономический суд нашей области в защиту прав 29 граждан, которые у одной только компании Ахдир в конце декабря 2021 года, в январе 2022 года приобрели эти массажные накидки. Вот, согласно статье 5 закона, государственный орган вправе обращаться в суд с иском, когда нарушены права 10 и более лиц. Вот, в связи с тем, что к нам обратилось 29 потребителей, мы смогли направить в суд исковое заявление, да. Мы получили решение суда. Согласно решению суда, вот эти договора купли-продажи, которые были заключены между потребителями и этой компанией Ахдир, они были признаны судом недействительными. Суд обязал эту компанию произвести возврат денежных средств. Вот на сегодня, недели две, наверное, назад, компания произвела возврат последнему 29 потребителю, то есть 7 денежных средств были возвращены. Теперь, пока мы судились с этой компанией, приезжает другая компания, Випивенс, она прописана, зарегистрирована тоже по этому же адресу. В мае этого года тоже огромному количеству потребителей были проданы эти массажные накидки. Пока мы готовили исковое заявление в досудебном порядке, нам удалось вернуть денежные средства, произвести возврат денежных средств 7 потребителям. Сейчас вот мы уже подготовили исковое заявление в защиту 16 человек. То есть речь идет о больших денежных средствах, 800 тысяч, 700 тысяч, да. И есть еще одна компания, компания Айсап, тоже приезжала в начале этого. Такая же схема. Такая же схема, да. Они все работают по одной схеме. Я хочу сказать, что когда мы вот судились в марте, решение суда мы получили 8 апреля, в марте-апреле судились с этой компанией Ахдир, на первое судебное заседание, когда шла подготовка к рассмотрению иска, вышел представитель этой компании, вышел вообще россиянин с Москвы. То есть мы поняли, что вообще руководство, головной офис тех компаний, которые прописаны, зарегистрированы в Алмате, он находится вообще в городе Москве. То есть здесь работают филиалы, дочерние компании от компаний, которые вообще находятся в Алмате. Но звонок поступает с Алматы тоже. Вот подобные звонки. Ну, с Алматы или, может быть, вообще напрямую с России звонят. Неизвестно. Меня поражает то, что огромная сеть данных. Да, да. Могут позвонить и на сотовые. Нам в департамент звонили на наш городской телефон, номер. Точно так же приглашали на презентацию этих массажных накидок. Если раньше к нам приходило только городское население с просьбой помочь с возвратом денежных средств, то теперь к нам приезжают буквально со всех районных центров нашей области. С Бурленского района, с Чапаевского района, с Теректенского района. Буквально со многих районов приезжают тоже. Что здесь интересно, вот эти компании-двойники, которые меняют бренды, свои названия, они совершенно не прячутся. То есть они совершенно не скрываются. То есть они участвуют в судебных заседаниях, выступают в них. То есть они не исчезают бесследно после проведенной акции. Они вот присутствуют в этом пространстве, получается. Вот когда мы судились с компанией Агдир, на первых двух заседаниях присутствовал представитель, потом он пропал. В дальнейшем вообще рассмотрение нашего гражданского дела по нашему иску, оно происходило без участия этой компании. Но знаете, что меня поразило? Вот мы недели две назад был произведен возврат к последнему 29-му потребителю. Буквально на следующий день сразу же компания, директор компании направил в суд заявление с просьбой снять арест, который был наложен на денежные средства этой компании. Потому что в ходе рассмотрения иска мы направили ходатайство о том, чтобы был наложен арест на счета компании. И вот компания произвела возврат денежных средств, она посчитала, что нужно теперь снять арест на наложенные денежные средства. Они буквально на следующий день направили в суд заявление вот с такой просьбой. То есть я хочу сказать, производить возврат денежных средств для этих компаний не проблема. Видимо, обороты у них совсем большие, что они могут себе это позволить. Произвели возврат денежных средств 29 потребителям не проблема. Я вот сегодня перед программой посидела, села и посчитала. 18 миллионов 900 вернули. По нашему одному только иску. И получается, вернули денежные средства, пусть 19 миллионов, это не проблема. Компания собирается работать и дальше. Потому что получается, вся эта работа, вся эта деятельность, она стоит того, чтобы работать и дальше. На территории нашей области, республики. Они превышают издержки. Да, получается, да. Вот те, кто в итоге, будем так говорить, попадаются в эти ловушки, это какие категории граждан? Мы можем говорить о том, что это все-таки в большей степени пенсионеры? Или же здесь представлена полная палитра социальная? Вы знаете, раньше приходили только пенсионеры. Люди пожилого возраста. И я понимала, это те люди, которыми движут вопросы здоровья. Правильно, да? Поэтому и ходят на такие презентации. Которые более доверчивые, соответственно. Да, более доверчивые, которые можно манипулировать. Но вот в прошлом году, в этом году, я вообще, как бы сказать, поражаюсь. Приходят совершенно молодые люди. Приходят совершенно молодые женщины. Если говорить о том, что люди, как бы сказать, попадаются и ходят на такие презентации, не имеющие образования, определенного уровня развития, тоже неправильно. У меня были и госслужащие. Были преподаватели вузов, были учителя. То есть, понимаете, люди приходят и говорят, вот пошел, что подкупаешь. Пошел, я думал, подумал, что это действительно презентация открытия массажного центра. А вот как попал, как получилось, что на меня оформили кредит, как я вообще на все это согласился, я не знаю. Я так понимаю, я сама не было случая, не попала на эту презентацию, я так понимаю, что люди, которые работают в этих компаниях, а это молодежь, учат определенным навыкам психологического воздействия. Ну, там применяются такие методы, особенно вот все, что связано с подарками, со скидками. Конечно. То есть, как бы они делают потребителя таким вот каким-то особенным. Вот ты особенный, вот тебе особое внимание. Ну, как рассказывают. Очень громкая музыка, все бегают, такая какая-то вот оживленная атмосфера, суета. Люди радуются, что якобы я выиграл вот этот, вытянул этот счастливый билет. Вот эта вот эйфория, она передается и мне. Я весь этот вечер, вот эти вот 2-3 часа в состоянии эйфории, я действительно думаю, что приобрел в подарок вот эти вот вещи. Довольный приезжаю с этими подарками, массажной накидкой с этой огромной коробкой домой. Эйфория проходит, кто-то сам задумывается, как это он все это бесплатно получил. Кому-то дети помогают, начинают искать, а потом кому-то приходит уже смс, что на него оформлен займ, да еще и в таком размере. Эйфория проходит, и люди уже начинают, как бы сказать, задумываться и вообще впадают в состояние стресса. У меня были потребительницы, которые в больнице пролежали. У одной поднялось артериальное давление, одной вообще стало сердцем. Сумма огромная, конечно, за 500 тысяч. Да, и как бы сказать, не у всех такой большой размер пенсии, чтобы без проблем выплачивать, да, вот эти ежемесячные займы. И знаете, что обидно за наших потребителей? Там же, вот к этой массажной накидке приложен документ, это вот технический паспорт, где четко прописано производство Китая. То есть, это не товар японского производства, это обыкновенный китайский товар, очень дешевый, сомнительного качества, который под видом дорогого товара, вот по такой баснословной цене продается. Там же, вот в этом документе, прописано, какие противопоказания у этого массажера. А противопоказания очень большие, но вы сами понимаете, да, массаж – это воздействие на человеческий организм. Не всем, я так понимаю и думаю, можно вообще получать массаж. У меня были потребители и не один, люди, страдающие онкозаболеваниями. А здесь идет, как бы сказать, прямое противопоказание. И этим же потребителям был продан этот товар. Это даже не скрывалось? Это даже не скрывалось, правильно я понимаю, что даже многие не поняли, что они взяли кредит во время вот этой презентации. То есть только потом, когда к ним стали поступать, да, соответственно, звонки от банка. Когда мы судились с этой компанией, в качестве свидетелей в суде потом вот привлекали потребителей, которые приобрели товар. Но в основном, тогда вот мы поддерживали интересы в основном пожилых людей, это пенсионеры. Как они объясняли, вот как получилось, что через ваш же смартфон на вас оформили кредит, а вы не знали? Ну, не каждый человек среднего возраста, тем более пожилого, он владеет, как бы сказать, вот хорошо смартфоном, этими приложениями и сможет оформить. Тем более пожилые не смогут же через приложение оформить на себя кредит. Естественно, все это делают продавцы вот этих компаний. Ну, нужно проходить, вот как идет, через приложение отправляется фото для того, чтобы банк одобрил этот займ, да? Потребители говорят, да, меня фотографировали, но мне объяснили, это для отчетности, потому что я отчитываюсь, кому я в качестве подарков эти товары отдал. Понимаете? Получают, там же на месте оказывается ЭЦП, фото есть, фото отправлено в банк, ЭЦП получено, открыт счет, денежные средства переведены, то есть, те, кто владеют этими приемами, не проблема, оказывается, если потребитель доверчив, взять, оформить вот так вот займ и получить денежные средства. самые разные уловки, самые разные. Самые важные, да. А вот в данных случаях речь идет только о товарах массажного, так скажем, направления или применяются и другие такие вот схемы, но с другими уже товарами, оборудованием и так далее? Вы знаете, вот мне звонили потребители из других городов, из Карганды, по-моему, еще откуда-то. Видимо, СМИ увидели информацию вот о нашем иске, о том, что мы производим возврат денежных средств. Та же самая компания, она в другом городе продавала посуду за 500 тысяч. Вот я не помню, что именно, посуду за 500 тысяч. Та же самая компания. Ну, я знаю, что вообще сейчас подобным образом реализовывается все. и косметика, и посуда, и какие-то товары народного потребления. Таких компаний много, понимаете? Я всегда говорю, вот сколько мы выступаем на СМИ, да, на телевидении, пишем статьи в газетах. Вот если бы потребитель был бы немножко, пусть он будет пожилой, пусть он будет молодой, ну, немножко аккуратнее, что ли, да, ну, немножко грамотнее, как-то подумал бы, прежде чем идти на такие презентации, а если попал, подумал бы, стоит вообще ли приобретать такой товар, не было бы вот такой абсурдной ситуации, которая сейчас вот на нашем рынке. А вот вообще, что делать вот с этой ситуацией, вот с этими компаниями? Как это возможно, ну, каким-то образом их ликвидировать или признать их действительно мошенниками, каким-то образом убрать с рынка, используя, да, все-таки законодательные и с применением законов? Или, в принципе, они так хитро устроены, что они как бы работают в правовом поле и как-то законом на них воздействовать невозможно? Вы знаете, вот когда в 19-м году к нам начали приходить потребители вот с просьбой о возврате денежных средств, помочь с возвратом денежных средств, мы, каким образом тогда нам удалось вернуть, тогда тоже было более 10 человек, но до суда мы не дошли, до судебного порядка и произвели 7 возврата денежных средств. Каким образом? Мы писали в департамент полиции города Алматы, в департамент юстиции, в департамент госдоходов Алматы и так далее, да, мы обращались и в наш департамент полиции, ответ из правоохранительных органов был таков, что потребители сами добровольно оформили, подписали договора о купле-продаже, речь идет о гражданско-правовых отношениях, поэтому с вопросом о расторжении договоров о купле-продаже нужно обращаться в суд, то есть вопрос разрешен в судебном порядке. В этом году вот кое-кто из потребителей, которые мы вернули денежные средства, то же самое, ходили в полицию, писали заявление и получили точно такой же ответ. Вы знаете, просто вот сейчас у нас департамент маленький, мы не обладаем такими человеческими ресурсами, чтобы каждый год и с год в год заниматься этой же проблемой и с этими же компаниями. В наших планах просто в связи с тем, что мы огромное количество времени теряем вот именно с такими потребителями, в наших планах направим второе исковое заявление, если нужно, направим третье исковое заявление, а потом уже будем писать в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел, потому что я считаю, что здесь это чисто мошеннические действия. Реализовывается товар, который совершенно не стоит этих денежных средств. Реализовывается путем обмана, путем введения в заблуждение потребителей о цене на производителей товара, о его потребительских свойствах и так далее. Вы знаете, вот если поискать, загуглить и поискать в просторах интернета стоимость данного товара от 40 тысяч, чуть более. в наших магазинах технодом по 73 тысячи такие же массажные накидки. Схема устроена так ловко, что, видимо, так продумана этими компаниями, что действительно к ним очень сложно подобраться и все это решается действительно в гражданской сфере. Но вот то, о чем вы говорите, это возможно? Все-таки изменить ситуацию и сделать так, чтобы эти компании были признаны, будем говорить, преступниками. Вот вы верите в то, что это возможно? Вы знаете, вот такой судебный иск и такое решение суда в отношении продавцов, я знаю, эти компании ездят по всей республике, такое решение было только у нас. Но я так думаю, что если бы во всех регионах подняли бы эту проблему, направлялись бы в суд исковые заявления, возможно, можно будет решить, путем признания действий вот этих компаний мошенническими действиями, возможно. Но мы все-таки, я так думаю, уделим время, напишем письма и в прокуратуру, и в министерство внутренних дел потом. Хорошо. У нас есть вопрос по мессенджеру WhatsApp. Почему сетевые компании, видимо, не проходят аккредитацию, прежде чем торговать? Ну, вы знаете, вопрос немножко не ко мне. Вопрос, наверное, должен быть адресован на другие органы. Вообще, я так думаю, сейчас вносятся большие изменения в законодательство о защите прав потребителей. И предлагается, если не говорить конкретно о сетевых компаниях, а вообще о компаниях, которые работают в сфере интернет-торговли, чтобы их вносили в определенный реестр. Отдельный. Отдельный, да. Я так думаю, что сетевые компании они тоже должны состоять в определенном реестре, чтобы вхождение в этот реестр, оно давало право им работать. Чтобы не каждый, кто захотел, открыл компанию, ИП, ТО какую-то и начал работать. То есть, какие-то критерии сражаешь, и они должны быть. До завершения эфира у нас две минуты. Насколько я понимаю, все равно главный упор приходится делать на воспитание, будем так говорить, потребительской культуры, культуры потребителя. В этой связи у меня последний, наверное, вопрос на сегодня. Как вы оцениваете сегодня потребительскую культуру? Давайте будем говорить о нашем регионе. Замечается ли рост потребительской осознанности или нет? Буквально коротко. Вообще, если брать статистику, в 2020 году я буду говорить только о письменных обращениях. А есть еще обращения на телефон горячей линии. Есть прием граждан к нам. Каждый день приходят потребители. Есть телеграм-бот комитета, куда тоже поступают обращения. У нас есть инстаграм-страница, туда поступают обращения. Вот только письменных обращений в 2020 году было 220. В 2021 году только письменных обращений было 400. Сейчас за неполные 6 месяцев у нас уже 245 только письменных обращений. То есть, вот знаете, эти данные свидетельствуют о росте правовой грамотности населения или о росте о том, что нарушений в этой сфере с каждым годом все больше и больше это вопрос. Но я так думаю, наверное, это и то и это. Хорошо, вас благодарю за этот разговор. Я думаю, он будет полезным для наших телезрителей. Тем более, мы уже даже привели такое аудиосвидетельство о том, что происходит в этой сфере с недобросовестными игроками, к сожалению, на рынке. Благодарю вас за этот эфир. Это была программа «Время вашего вопроса». Мы говорили о механизмах защиты потребителей недобросовестных игроков на рынке товаров и услуг. В студии выступала Эльмира Кематова, руководитель Департамента по защите прав потребителей по Западно-Казахстанской области. На этом эфир завершен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...